В Сургутском районе ликвидировали два лесных пожара. Огонь удалось потушить рядом с Ульт-Ягуном и Сытомино. Сейчас на территории муниципалитета действует один лесной пожар площадью 4 гектара в Сытоминском лесничестве. По информации на 9 утра четырем специалистам авиалесоохраны удалось локализовать возгорание. Угрозы населению нет. Сотрудники управления ГООЧС, администрации Сургутского района напоминают, что с 8 июля в Югре постановлением губернатора введен режим чрезвычайной ситуации и продолжает действовать запрет на посещение лесов и въезд туда автомобилей. Также сейчас нельзя жарить шашлыки на природе и дачных кооперативах. В условиях особого противопожарного режима штрафы как бы кратно подрастают. Соответственно, начинается от 10 тысяч рублей в отношении граждан. Да, до 20, да? Да, это просто за разведение мангалов на своей территории. Я уже не говорю про сжигание мусора, которое может повлечь в собой последствия, которые неоднократно мы наблюдали и проводили проверки по данным фактам. В пожароопасности порядка 12 штрафов. Вот именно по рейдовым мероприятиям. Как отмечают специалисты, чаще всего лесные пожары в регионе возникают из-за гроз малого количества осадков и стеклянных бутылок, которые, отражая солнечные лучи, воспламеняют сухую траву. В списке причин также и человеческий фактор. Брошенные из окна машины окурок, плохо затушенный костер и другие. Профилактической работе в Сургутском районе уделяют особое внимание. В муниципалитете организованы группы, которые патрулируют дачные кооперативы, популярные места отдыха и леса. Рейды проводят ежедневно, вручают памятки, напоминают о правилах пожарной безопасности. Сотрудники управления по делам ГОЧС также ездят в летние лагеря к детям, чтобы объяснить, как вести себя при пожаре. У нас закуплены, благодаря грантам губернатора и гранту главы, мы выиграли неоднократно, закупили палатку, закупили дымогенератор, проектор, веаршлемы. И выезжая во двор, мы учим детей, как нужно действовать при пожаре. То есть, во-первых, создается реальная обстановка в палатке, включая дымогенератор, задымление, и детям рассказываем, как нужно себя вести. И вот закрепляется навык, что они находятся именно в обстановке с огнем, как правильно нужно действовать.